Привет, друзья! Сегодня важная очень тема, актуальная, как называется самая большая ошибка при диагнозе рак. Какую ошибку совершают и врачи, и пациенты, когда сталкиваются с диагнозом рак? Врачи в качестве рекомендации, которую они не дают, совершают эту ошибку, не давая эту рекоменду, пациенты своей реакции на данный диагноз, особенно если рак в начальной стадии. То есть все происходит. Вот поставили диагноз онкология, да, рак. Пациенты, что у него, волосы дыбом, все, лечите меня, все, я ничего не могу, вы меня лечите, я вот все отдаюсь на волю врачей. Это хорошо, правильно, врачи должны лечить, врачи должны опухоль удалить, там, какую-то химиотерапию или лучевую терапию провести, там, ну, в зависимости от вида онкологии. Это все понятно. Вот, но что же упускается из виду? И врачи тоже самое. То есть они, да, рак, вот есть протоколы, да, вот, вот надо назначить эти протоколы, да, все вот, операция, потом химиотерапия, потом лучевая, там еще, ну там целый комплекс мероприятий. Вот, но самое главное, если, тем более, это начальная стадия онкологии, а не какая-то уже запущенная, хотя и при запущенной тоже этот рецепт работает. Вот, пока вас там лечат или не лечат еще, готовится вас лечить, и вы там готовитесь к лечению, надо не думать там об этом, а нужно начать усиленно заниматься физическими нагрузками и правильным питанием. Рак любит глюкозу, значит, все сахара убрать. Поставили вам диагноз рак, забудьте, что есть сахар, нету его для вас, природ, все, наелись вы сахара, все, хватит. Когда человеку делают позитронно-эмиссионную томографию, чтобы вы знали, просто я вам объясню, вот, самый один из передовых методов, как на ранней стадии выявить рак. Позитронно-эмиссионной томографии. Что это такое? Это берет человек, принимает препарат радиоактивный, называется радиофарм препарат. Что берут? Фтор-дезоксиглюкозу. Глюкозу берут, которая помечена радиоактивной меткой, вот так по-простому скажу, вводит в вену человеку, и она по крови, по всему телу, по тканям распределяется. И вот там, где раковые опухоли, пусть они маленькие будут, там 3 миллиметра сейчас даже выявляют в самой начальной стадии, человек и знать не знает, что она есть, ее выявили 3 миллиметра, лучом пульнули в нее, все, она погибла. А выявляют почему? Потому что они натягивают в себя больше глюкозы, вот этой вот радиофарм глюкозы, чем окружающие ткани, тоже любят они глюкозу. Раковые клетки. Даже на этом методика построена. Уже говоришь, говоришь людям, есть диагноз онкологии, но не надо вам есть сладкое. Ни сладкое, ни углевод, ни макароны, ни картоху, ничего не надо углеводного вам. Только жиры и белки, все, не забудьте про углевод, про сахар, про пироги, про чай с вареньем, про мед забудьте. Мед вообще чистая глюкоза, глюкоза. Чистая глюкоза и немножко биовеществ. Мед начинают они есть. Поэтому питание и физические нагрузки, как можно больше физических нагрузок. До пота уже терять вам нечего, до седьмого пота, изнеможение, ходить, бегать, прыгать, чтобы пот с вас тек, чтобы интоксикация выходила, чтобы обмен веществ переводился в более щелочной режим. Не любят онкологические клетки, когда много кислорода в тканях. Кислород защелачивает ткани. Они не любят. Они любят кислую среду, кислую, и чтобы глюкозы было много, вот им хорошо там размножаться. А если вы даете нагрузки активные, начинаете не падать на диван, ой, у меня рак, все, я упал и лежу. Вот эта тактика как раз все. Это значит, еще рак вас не убил, но вы уже умерли ментально. Надо обязательно менять образ жизни коренным способом. Много целевая, многоуровневая физическая нагрузка, то есть это и ходьба в быстром темпе, и приседания, и подтягивания, и все упражнения. То есть чем больше разовьете мышц, чем под разными углами проработаете свои мышечные группы более детально. Тренажеры хорошо для этого подходят, чтобы каждую мышцу там вообще проработать, тем в большей части тела вы пошлете кислород. А пошлете кислород, если в большей части тела, да, то соответственно что? Там не будет возможности развиваться метастазом там и другим неприятным процессом при онкологии, которые происходят. А это дает вот селективная тренировка там, каждую мышцу отдельно. Побольше внимания на пресс, там тоже внутренние органы будут накачиваться кислородом. Пресс должно быть любимым упражнением. То есть вот такая вот должна быть парадигма. И врачи должны советовать в первую очередь, прежде чем все остальное лечение, именно это. Убрать все углеводы, особенно сахар там и все остальное. Да вообще все углеводы, все рак у человека. Какие углеводы могут быть? Первая рекомендация врача должна быть именно это. Много движения до изнеможения, до седьмого пота пускай двигается. Но не так, чтобы там падать, какой-то все-таки предел поставьте там, да, в зависимости от формы человека. Чтобы просто несколько раз в день, там утром, вечером, допустим, начинал ходить по часу там в быстром темпе, чтобы он потел там, да, чтобы интоксикация выходила из этого человека. Чтобы было хорошее капиллярное кровоснабжение, чтобы много кислорода было в тканях. И питание, питание, жестко обрубите человеку углеводы. Сами же, коллеги, делаете диагностику в торт-эзоксе глюкозы, сами же знаете, что нельзя, онкологические клетки эту глюкозу любят. И сами же не даете жестких рекомендаций по поводу того, что надо вообще-то все отменить сладкое и хорош вообще-то этим уже заниматься. Отменить мучное, отменить там эти макароны, там, картошку, еще раз повторюсь, и так далее. Вот самая смертельная и фатальная ошибка заключается именно в этом, что ни специалисты, ни сами пациенты не начинают этим заниматься. Что приводит к чему? К тому, что когда человек получает лечебное воздействие, ну там, операцию или что-то еще там, да, ключевую терапию, да, после не этого он должен реабилитироваться, восстанавливаться, а он не подготовлен к этому, да, лучше заранее к этому подготовиться, к реабилитации, послеоперационной, например, послеонкологической, да, чем потом пытаться что-то сделать. Ну реабилитация после онкологии отдельная тема, вот, а этот период золотой, я считаю, период, особенно когда начальные стадии рака выявлены, когда человек, вот, все возможности имеет для того, чтобы укрепить свой организм, иммунитет, это же укрепление иммунитета напрямую. Иммунитет, это же не только против бактерий, это же противонкологический иммунитет тоже укрепляется. И вот этим золотым периодом не пользуются ни врачи, ни пациенты. А все это тут надо, имея такой толчок, такую мощную причину, в основании, да, вам поставили такой диагноз, просто взять и коренным образом изменить жизнь. Много в литературе медицинской и публицистической встречается таких примеров, когда люди, даже без питания, уж про питание я вам рассказал, уже такую информацию более четкую, да, просто начиная в физическую активность, вот, прям в сильном режиме, и то избавлялись от онкологических заболеваний. Причем на серьезных стадиях, на третьей стадии, там, на четвертой некоторые. Все же описано в литературе, и в корне лежит физическая активность. А если к ней добавить еще и питание, результат будет очень и очень хороший. И для врачей, которым нужен же результат в их лечении, и для самих пациентов, что самое важное. Люблю, целую, дорогие друзья, с вами был доктор Шишонин, пока. Подписывайтесь на наш канал, чтобы не пропустить новое видео. Для этого нажмите кнопку «Подписаться» под этим видео. После того, как вы нажали «Подписаться», вы подписаны. Нажмите на колокольчик, чтобы получать уведомления о новых видео на свою электронную почту. Выберите «Получать все уведомления» и «Сохранить». Также в описании вам доступны ссылки на все проекты доктора Шишонина. Клуб бывших гипертоников доктора Шишонина. Видеофильмы доктора Шишонина. Запись на бесплатное обследование в клинику. Будьте здоровы! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова